В конце июня 2003 года в национальном парке Рахтанбор, Индия, стояла сильнейшая засуха, зафиксированная за последние три с половиной года. Реки, озера и болота высыхали, что создавало напряжение между главными хищниками парка тиграми и болотными крокодилами. Животными, которые обычно не склонны конфликтовать друг с другом. Несколькими днями ранее тигрица Машли поймала оленя и оставила его, пока шла за своими детенышами. Но когда она вернулась, группа крокодилов захватила ее добычу. Будь то месть или просто совпадение, в следующий раз, когда она столкнулась со страдающим крокодилом, она яростно напала на него. Звучит как сцена из художественного произведения, но это событие имело место быть в реальности. Некоторая его часть была снята на видео, и несмотря на плохое качество, набрала популярность в интернете. Схватка длилась 13 часов и закончилась тем, что Машли вырвала своему противнику плечо. Однако, существуют некоторые противоречия в деталях этого популярного противостояния. Первое. Причины и время конфликта. Бодлился полтора часа. Тигрица удерживала ход с крокодила, пытаясь добраться до его шеи и нанести смертельный укус ровно до тех пор, пока она не вырвала его плечо. Так сообщала новостная статья, цитируя Порошара, ягеря, наблюдавшего это взаимодействие. Порошар сказал, что впервые в жизни он увидел нападение и, тем более, убийством тигра большого крокодила. Однако, в работе Самовира и соавторов The Role of Predation in Shaping Crocodilian Natural History, ссылкой на наблюдение Порошара сообщается о том, что схватка длилась около 13 часов. Аналогичные данные могут быть найдены на сайте Tiger Nation. Сложно представить активную борьбу тигра и крокодила, которая длилась бы 13 часов. Наше мнение заключается в том, что 13 часов потребовалось болотному крокодилу для того, чтобы умереть, в то время как реальная борьба, скорее всего, длилась меньше. Вероятно, заявленные ранее полтора часа, и тигрица могла бы оставить раненого крокодила умирать. Победа досталась Мачли большой ценой. Она сломала три зуба, включая два клыка. С какой целью она пыталась откусить больше, чем могла прожевать? Прямое хищничество кажется крайне маловероятным. Столь крупный крокодил слишком неудобная, опасная и трудно убиваемая добыча. Иногда, например, так написала Дамбритон в письме, и было сообщено в новостной статье на express.co.uk, утверждается, что Мачли напала на крокодила, защищая своих тигрят. Данная интерпретация кажется более вероятной. Иногда также говорится, что крокодил пытался отнять у Мачли добычу, что тоже не может быть исключено. Хотя способная подтвердить эти детали отсутствует на всех известных фотографиях и видео. Размеры и состояние крокодила В документальных фильмах и новостных статьях часто указывается, что убитый Мачли крокодил был 14 футов, то есть 4,3 метра в длину. Это кажется чрезмерным привлечением, если только Мачли не величиной из рекорда крупных самцов-тигров. Куда более правдоподобной кажется оценка длины крокодила в 12 футов, то есть 3,7 метра, изначально данная Порошаром. Длина тела взрослых тигриц без учета хвоста в среднем составляет около 166 сантиметров. И применяя данное число Кмачли на ее фотографии с болотным крокодилом, можно точно также оценить общую длину крокодила в приблизительно 3,5 метра. Обычно, здоровые крокодилы такой длины весят около 200 килограмм, по сравнению с массой взрослых самок бенгальских тигров, варьирующихся от 120 до 160 килограмм. Однако, был ли этот крокодил здоровым? Популярное убеждение, что специалист по крокодилам Адам Бриттон сказал, что этот крокодил был болен, опровергается общением с Адамом по почте. На самом деле, он не знает даже об исходе данного взаимодействия и о том, что на фотографии и видео изображен один и тот же крокодил. Впрочем, учитывая место, обстоятельства и время встречи Машли с крокодилом, кажется вероятным, что последний был не в лучшем состоянии, что отметил даже Порошар, назвав крокодила страдающим. На данном заснятом видео, крокодил выглядит относительно пассивным, не оказывая такого сильного сопротивления, какое он мог бы оказать теоретически. А на некоторых фото начинает казаться, что для самса болотного крокодила таких размеров, этот экземпляр довольно-таки худоват. Впрочем, все это можно мстить иными факторами или тем, что видео может начинаться не с начала взаимодействия, как бы то ни было. А предположения о плохом физическом состоянии атакованного Машли болотного крокодила так и останутся всего лишь предположениями. Итак, резюмируя, тигрица Машли атаковала болотного крокодила приблизительно треть превышающейся ося по весу. Скорее всего, главным поводом для атаки стало создание крокодилом прямой угрозы для ее же собственных тигрят. В процессе тигрица Машли сломала целых три зуба, включая два клыка. Для того, чтобы убить крокодила, ей потребовалось целых 13 часов. При этом весьма вероятно, что тигрица нанесла своему противнику смертельное ранение в первые полтора часа битвы, после чего оставила его умирать. Скорее всего, продолжительная засуха могла оказать довольно-таки серьезное влияние на физическое состояние этого болотного крокодила, покинувшего пересыхающий водоем, и сделать его относительно уязвимым. После этого боя Машли прожила еще очень долгую жизнь, умерев от болезни аж 18 августа 2016 года и оставив за собой один сады тёнышей. В 2004, 2005 и 2008 году Машли и ее сын Джумаро также были замечены при нападениях на меньших крокодилов. Но ни одна из этих стычек не была снята ни на видео, ни на фото и не может похвастаться такой масштабностью. Продолжение следует...